Мы любим гораздо сильнее своим сердцем, чем мы можем это почувствовать от другого человека. Человек, когда любит другого человека, невозможно оценить это своим сердцем. Вот меня, допустим, если кто-то любит, я не могу оценить это своим сердцем. Это невозможно. Только Бог может это оценить. Только Бог. Поэтому его и так надо любить, вот так вот. И тогда никакого предательства не будет. А человека как надо любить? Когда ты так Бога любишь, вот так вот, в очень сильной разлуке, глубоко и сильно, и чисто, тогда у тебя для всех людей будет светлое чувство, радостное. Ты будешь радостно людей любить. Не в разлуке, не вот в такой тоске, а просто в радости служить им, заботиться. И если человек тебя покидает, то ты вспоминаешь радостно о нем. А в сердце о нем светлая память об этом человеке. А если светлая память не останется в сердце, то невозможно нового человека найти. Разрушенные отношения, надо сначала светлую память оставить. А потом будет дальнейшая жизнь у тебя. Не оставишь светлую память, а обиженного человека или зол, дальше ничего не будет. В страданиях находишься, тоже ничего не будет. Нужно успокоиться, нужно прийти в себя, нужно стать счастливым. Светлую память у человека оставить, и тогда у тебя дальше будет жизнь. Светлая память означает любовь. Все равно в конечном счете ты должен любить даже того человека, который тебя бросил, или который ты бросил. И без этого ты не сможешь дальше идти в жизнь. Видите, это не означает трудный период в жизни. Это означает экзамен. Наши родственники являются нашей судьбой. Есть разные виды судьбы. Есть очень нежная судьба, такая глубокая, чистая, светлая, связанная с родственниками. Она воплощается через детей. Там тоже есть страдания, муки, разочарования тоже есть. Но чувство очень светлое. Любовка чистая, связанная с детьми. Но у детей с родителями такого чувства нет. Видите, мы не можем оценить. Вот как нас родители любят, мы оценить не можем, это невозможно. Но мы их тоже любим по-своему. У нас тоже есть любовь к ним, но она не такая, как у любых родителей. Оно такая, как сожаление, как что-то недоделанное, как вот обязанность. Ну если взрослые родители уже. А когда они, дети маленькие, их любовь это просто зависимость. Они не могут жить без родителей, не могут без них существовать. Тоже любовь. Но родители чище любовь. Потому что они светлое, светлое очень чувство по отношению к детям. Чистое, светлое чувство. Есть чувство жажды, любовь, чувство жажды. Это другие отношения. Отношения мужа и жены. Там жажда включается. Такое сильное желание очень. В этом сильном желании очень много страстей. Это злоба, может быть, или доброта, наоборот. То есть много разных перемешанных чувств. Любовь к родителям это боль несправедливости или, наоборот, сильного уважения, спасибо, благодарность им. Любовь благодарности к родителям. Разные виды судьбы. Они вырождаются из разных событий, которые происходят с нами. Из тех событий, когда мы очень по-доброму что-то делаем людям. По-доброму очень заботимся о них. Рождается судьба хороших отношений с детьми. Вот если мы любим всех, заботимся обо всех. Вот очень нежно, ласково вот так себя ведем с людьми. Будет хорошее отношение с детьми. Будут хорошие дети. Если человек украшает свои страсти, то есть он как бы контролирует свои половые чувства, он хочет выполнять свой долг перед людьми. Ну, конечно, а просто как бы трудные минуты. Трудные минуты выполняет свои обязанности. Сдерживает свои желания. Не позволяет себе лишнего. Ведет такую серьезную, суровую жизнь. Есть по-женски это или по-мужски. По-женски означает целомудренная жизнь. Контролировать себя во всем. В отношениях с людьми. Не наглеть. Не быть истыжей. Чисто себя вести. Правильно в отношениях с людьми. Сдерживать себя во всем. Для женщины означает хороший муж. Для мужчины твердый характер. Спокойный характер. Ответственный. Самоконтроль, опять же. Не позволяет себе развратом заниматься. Не позволяет себе придавать свои чувства дозвольного, недозвольного. Вести себя благородно в жизни. Означает хорошая жизнь. Видите, это отношение страстей. Когда ты страсти укротил, что получил? Хорошего, близкого человека. Не укротил, значит не получили. Теперь, если ты испытываешь очень сильное уважение к людям. У тебя есть такая благодарность сильная ко всем. Ты испытываешь вот это вот. Любишь быть благодарным. Уважать людей. Какой результат? Хорошая судьба. Она рождается из этого поведения. Есть разные зоны поведения. Теперь ты говоришь, у меня плохие родители. Это что, мне не повезло? Нет, это у тебя. Там тяжелая судьба. Вот ее так можно распознать. У меня плохие дети. Там тяжелая судьба. Значит, нежно не относился с людьми. У меня плохая жена. Значит, ты чувства свои не украшал. У меня плохие родители. Значит, не уважаешь ты никого в жизни. Старших не уважаешь. Не ценишь мудрость людей. Наказание. Это плохая судьба, да. Это наказание идет из прошлого. Что такое судьба? Это наказание из прошлого. Это судьба. Может, наказание за работу настоящего. Это называются плохие поступки. Неправильная жизнь. Наказание из прошлого – это судьба. Наказание из настоящего – это ты сам уже себе застопоролся, на то и напоролся. Сам как бы себе сделал наказание. Оно не такое сильное. Его легче исправлять. За редким исключением. Бывают поступки, которые трудно исправлять. Вот если твой поступок повлек за собой гибель миллионов людей, тогда тебе придется вот столько же жизней страдать за этих людей. Это серьезный поступок. То есть серьезные поступки бывают только у серьезных людей. Чем больше положение человек в обществе занимает, тем больше у него счастья, когда он правильно сделает поступок. И чем больше страданий, когда неправильно. И поэтому в древней культуре, прежде чем человеку давать высокое положение, его серьезно обучали. Чтобы он понимал, что дальше-то будет после этого. Понимаете, одно дело ты из изгрушечного пистолетика стреляешь, а другое дело из настоящего. Это же разные вещи. Понимаете, из настоящего там смерть наступает. Вот сейчас взяли в некоторых странах и разрешили детям оружием пользоваться. Что это за бред вообще? Зачем? Они же неразумные. Они не понимают последствия. Они даже свою жизнь не могут ценить как надо. Не то, что чужую. Зачем им давать оружие? А сейчас у людей мозги созревают лет двадцать пять, не раньше. Так надо закон соответствующий издавать. Двадцать пять лет нельзя давать до двадцати пять лет оружие человеку. Какие могут быть последствия, никто не знает. Вот если обезьяне дать пистолет, значит… Последствия ужасающие. Так и власть тоже. Человек должен изучать последствия. Вот он такие поступки совершил вот там. Какие дальше будут его судьбе последствия, он уже не понимает этого всего. Надо изучать. И потом в соответствии с этим уже принимать решение, хочу ли я этой власти или нет. Может быть я не готов. Люди так радуются сейчас, власть когда получают лучше. Раньше люди так не радовались. Они очень сильно переживают. Мудрые люди откажутся от власти. Сергей Радоничский отказался от власти. Серафим Саровский отказался. Мы предлагали быть митрополитом по ним. Он отказался. Почему? Потому что он понимал последствия. Мы не понимаем. Люди женятся, веселятся. Свадьбу пела и плясала. Это же ответственность. Ты берешь ответственность за человека, а потом еще новые люди появятся, за которыми не придется. Не то, что жениться не надо. Надо. Но надо понимать, что это значит. Это значит, что будет тяжелее жить, а не легче. У меня есть один родственник, он ноет постоянно и говорит, Олег, ты знаешь, много людей. Найди мне жену. Он думает, что сейчас, когда жена у него будет найдена, ему легче жить станет сразу. Женой. А без жены ему как тяжело. Он не знает, что в таком сознании, когда он находится, Бог ему не дает жену. Почему? Потому что будет еще хуже с женой. Вообще с ума сойдешь. Есть разные, как бы, есть разные витки судьбы. Смотрите, есть три витка судьбы основных. Когда человек живет один, это легкая судьба. И это опасно, особенно мужчинам застаиваться, понимаете. Они чувствуют некоторые, что типа вот женюсь, будет тяжелее. Ну и уже как бы парень, 45 лет, все парень. Уже скоро клюшечку возьмет, все парень. Молодой парень. Молодой человек, жены нет. Мужчина очень опасный. Московский озорной гуляк. Невского, Трецкого околодка. В рюке каждая собака знает малевую погодку. Вот. Неправильно это разрушает мужчина. Женщина тоже. Я такая красивая, блин. Что за укажёра вообще? Она такая вообще. До сорока лет. Смотрите на нее вообще уже никто смотреть не стал. Одна осталась. Тоже неправильно. Витя. Вроде бы классно одному жить, да? Все зависит от того, как ты живешь. До какого-то возраста классно, а потом нельзя. Потому что жизнь будет тяжелее. У мужчин, когда мужчина остается после 25-ти один, он тупеет. Перестает быть ответственным. Становится безответственным. Гулякой становится. Блатником. Противно смотреть даже. Особенно нормальным девушкам. Женщине тоже нельзя долго одной задерживаться. Потому что она теряет силы идти замуж. Скажем днем. Там женщина устремляется в учебу, там, в работу. Ты же теряешь силы рожать детей и выходить замуж. Зачем? Сначала все получить то, что надо от жизни. Потом что хочешь делать. Рожать детей. Потом учись, там, на работу устроить. Когда дети уже есть, все, можешь. Неразумная жизнь. Дает последствия. Второй круг судьбы – это семейная жизнь. Женились, еще тяжелее стало. Когда человек один живет, ему ничего не надо. Мужчина, женщина. Женщина одна живет, почти ничего не готовит. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Убирается понемножку, когда есть жена. Замуж вышла, все, надо готовиться своим дням и убираться. Мужчина тоже работает так понемножку, когда он один женился, все, надо работать. Это следующий круг судьбы. А еще третий круг судьбы. Третий круг судьбы – это дети. Они говорят, вот дети будут, так классно будет. Да, будет классно. Вообще зашьетесь. Третий круг судьбы. Иногда жена забеременела, мужчина уже в это время сматывается. Потому что он не выдерживает. Пошел третий круг судьбы. Он уже как чумелый. Что произошло? Жена забеременела, третий круг судьбы. Тяжелее жизнь становится. Но тяжелее жизнь не означает хуже. Потому что чем тяжелее жизнь, тем больше в ней любви, глубины и заботы. Появилась жена – больше любви. Дети появились – больше любви. Мои года, мое богатство. Это в лучшем случае. Это четвертый круг судьбы еще есть. Когда тебя все уважают, если ты правильно прожил свою жизнь. Или ты никому не нужен, если неправильно прожил свою жизнь. Вот здесь и поймешь, что произошло. Что за жизнь у меня была. Если для себя жизнь сужил, что-то хотел для себя достичь. Потом в возрасте никому ты не нужен. Потому что ты для себя жил. Кому ты будешь нужен? Когда ты для других людей живешь, они будут счастливы рядом с тобой. Пожилой человек может быть или мудрецом, или несчастным человеком. Одно из двух. Два варианта. Он не может серединку занять, понимаешь? И мудрецом, мудрец означает – всем нужен. Несчастный человек означает – для себя жил, никому не нужен. Все, кого он породил, они все тоже для себя живут. Какое сознание он родил из себя, такое сознание получил. Для себя жил всю жизнь, теперь все остальные тоже вокруг, все бросили его. Никто рядом не остался. Какое сознание родил, такое получил. Скажешь – ну как я всю жизнь для детей жила? Это значит для себя. Для других означает – не для детей, не для мужа. А вот для людей вообще в целом. Вот это вот означает – не для себя. Видите, то есть, опять вот смотри, допустим, я один живу, у меня легкий период в жизни идет, тяжелый. Может даже быть тяжелый период на фоне того, что ты один. Но если ты уже женой, то будет тяжелее жить по-любому. Хоть легкий у тебя период, хоть тяжелый. А если дети родились – будет по-любому тяжелее жить, потому что дети. А когда ты застраивался – будет по-любому тяжелее жить. То есть, есть четыре круга в жизни, понимаете. И в них, по-любому тебе будет также тяжелее жить. А если ты не пройдешь туда, не пойдешь в этот круг жизни, то ты себя потеряешь вообще. Человек не вовремя женился – начинает себя терять. Вовремя дети не появились – начинают себя терять люди. расходится знаете, что люди вот сексом занимаются детей не хотят дальше что будет у них копится вот это вот тоско именно друг от друга копится, копится, копится потому что вкладывается энергия которая не дает плод эта энергия куда-то идет негатив если огонь не идет в дрова значит куда он идет вокруг сжигает все это энергия огня то есть энергия зачатия это энергия огня а люди друг к другу вкладывают эту энергию и думают, что у них все будет нормально без детей нет, не будет дальше будет ругань, отвращение друг от друга и люди расходятся потому что нет детей в семье нужны дети потому что дальше жизнь продолжается не можете зачать? нет проблем, делите есть много детей, которые нуждаются в вас и они вам принесут больше счастья чем родные даже почему? потому что эти дети вас оценят в тысячу раз больше чем родные родные они живут как мама, папа получили само собой а эти дети знали что у них никого нет и тут появились представляете какая благодарность сердце будет у этого ребенка всю жизнь ну если правильно понятно правильно себя с ним вести поэтому не факт, что чужие дети это плохо не факт наоборот бывает лучше когда человек испытал страдания он лучше всегда поэтому не надо думать, что у нас дети родились и что-то тяжело жить стало пойду другую себе искать это естественное испытание жизни родственники влияют на нашу судьбу потому что они являются нашей судьбой и судьба бывает разными когда человек один он предоставлен когда саму себе это время учебы человек должен сам из себя извлекать уроки чтобы потом было легче жить вот девушка одна она должна учиться целомудрию заботе о других для чего? для того, чтобы хорошего мужа получить хорошие дети чтобы достались поэтому когда человек один он должен копить себе хорошую судьбу для того, чтобы потом нормально жить в семье а люди, когда один чем человек занимается? гуляет! что он копит себе? ой, копит что он гуляет? спит себе, верно, копит еще что-нибудь? да самое лучшее лекарство от спит вы знаете, да? спи один не здесь нельзя как бы заниматься ну ты лекарства сам будешь Бог будет наказывать за это за счет дальше семейный факт пошел все тяжело уже в это время люди не должны зацикливаться на вот этом тяжелом не надо не надо думать что в это время надо только работать и работать и как бы вытаскивать себя из надо привыкать вот допустим вот вы создали семью и в это время жажда возникает больше жилья больше возможностей больше денег жажда возникает в семье такая ее надо сначала победить победить не означает взять ключи олег иначе мы победили жажду ипотеку взяли будет еще хуже это же рабство ипотека это рабство счастья в рабстве не бывает вот представьте вам говорят давайте мы вас в рабство возьмем и там вам создадим райские условия жизни в рабстве рая не бывает человек в ипотеку вошел это рабство то есть он будет зависеть все время в своей жизни от кого он зависит от тех кто его душит это рабство не бывает счастья есть другой выход надо привыкнуть что не так много жив площади привыкнуть к этому принять это возможно принять и тогда наступает счастье сразу не значит что больше вы думаете о значит никогда не будет больше нет если вы примите будет больше потому что когда человек принимает он трезвеет у него успокаивается разум он измеряет свои усилия он не только работает также разливается когда человек развивается он меняет свое положение в обществе когда меняют положение в обществе меняется заработок, больше денег становится, и так далее. Это все такой процесс. Когда человек зашивается, он постоянно занят, он боится, что у него мало, у него что-то не хватает, в это время рушится семья. Он не замечает. Он думает, я буду больше работать, и у нас все будет хорошо. Нет, наоборот, вы уставать будете, ругаться из-за этого, вам жизнь станет тяжелой, на детей не будете времени на себя, на отдых, на деду, ни на что не будет хватать, вы устанете, замучаетесь в такой жизни, переругаетесь и разбежитесь. Неправильная жизнь означает. Семья возникла, начинайте служить людям, начинайте всех кормить, заботиться обо всех, всех любить начинайте. Для чего это надо? Для того, чтобы у вас будет повышаться статус в обществе. Когда люди начинают в семейной жизни создавать отношения, всех любить, через эти отношения они получат себе работу. Через эти отношения придет защита, когда трудный период жизни наступит. Когда какая-то беда, а эти люди спасут ваши друзья вас. Вот чем надо заниматься семейной жизнью. А если человек сильно этим занимается, его старший начинает уважать, сразу немедленно повышается положение в обществе. Повышается положение в обществе, сразу и так надо много работать, чтобы иметь возможность жить нормально. А если еще человек Богу служит в семье, то есть он для Бога новосток дает, то он получает взамен от Бога что? Вот я к Богу прихожу, просто копеечку, да, взамен? Что взамен от Бога? Скажите, ничего. Ну, 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 давайте. Любовь. А? Любовь так Бог у нас так Бог дает. Ну, мой хороший, вы не знаете, что взамен. Не знаю. Новые испытания. А? Новые испытания. Нет, моя хорошая. Я не шутил сейчас. Это не шутка. Видите, вы даже не знаете, что взамен. Вы не знаете, что взамен, поэтому не идете туда в храм и не жертвы, потому что вы не знаете. Спокойствие. Ну, милость, ладно, это близко. В чем милость? Это не гадать, а знать означает. Нет. Знание. Потому что, когда человек Богу что-то дает, приходит в храм, он в результате с кем начинает общаться там? Со старшими начинает общаться, с теми людьми, которые просветлены. И в результате они открывают ему глаза на жизнь настоящую, глубокую. Вот что Бог дает взамен на наше пожертвование. Он дает нам знание, как правильно жить. Через старших знание приходит. Знание не приходит, просто так. Потому что я в школе получился, в институте. Должны быть старшие рядом. Старшие духовные, понимаете? Есть материальное знание, которое мы изучаем в институтах. Есть нравственное знание, в институтах не изучаем. А есть духовное еще знание. Духовное знание идет из нравственного. Если человек не соприкоснулся с духовным знанием, он также совесть никогда не получит. Нравственное знание означает жизнь по совести. То есть, если человек не служит Богу, ничего для него не делает, то он не получает контакт со старшими. И как это возможно? Как вы себе это представляете? Вы ничего не хотите делать для старших. Как вы их увидите? Как вы их распознаете? Вы их можете распознать через их добрые глаза, через добрые слова, которые просветляют вашу жизнь. Как еще по-другому их узнать старших? Вы скажете, да нет там в этих грамотах старших. Это заблуждение. Люди, которые служат Богу, имеют свои испытания. Это факт. И сейчас, так как у нас интернет полон информации, это очень хорошее слово. Для того, чтобы оценить, чем он полон. Потому что если на улице лежат много-много разных предметов, допустим, можно сказать, это предметы лежат. Но если они сильно пахнут, это по-другому называется. Сильно и плохо пахнут, понимаете? Эти предметы. Вот этим полон сейчас интернет. И мы это все едим, понимаете? Это все отрицательные новости. Все там, не дай Бог, какой-нибудь монах там что-то не то сделал. Или старший какой-то духовный лидер. Сразу все пишут об этом. Да вы лучше напишите, что он хорошего сделал в своей жизни. Ведь столько добрых дел делают люди на земле, которые служат Богу. И столько очень добрых дел даже люди в нашей стране делают просто. Где вы это читаете сейчас или нет? Кто спас кому жизнь? Кто кому помог? Где это пишется? Нигде. Сейчас везде пишется только одно, что разрушает наше мышление. Мы теряем веру в старших, теряем веру в святыни, теряем веру в Бога, понимаете? Просто потому, что вот это забаливается грязью все пространство, которое мы смотрим и изучаем. И наши герои стали бэтменами. Бэтменами. И гутменами. Скажешь, Олег Геннадьевич, у вас неправильное произношение. У меня правильное произношение. У меня правильное произношение. Не кабельное телевидение, а кабельное. Не детективы, а дефективы. Для чего об этом мы говорим? Для того, что когда человек не знает, где чистота, он не получится. А без знания жить невозможно. Знание просветляет, приносит счастье, удачу в сердце. Ставит человека на правильный путь. Представьте, знание, человек сохраняет себя, сохраняет свои отношения. Он преодолевает даже то препятствие, которое до его жизни было непреодолимым. С помощью знания это все. А знание идет от старших всего. Но оно не идет от младших, когда из газет, журналов невозможно узнать знание. Оно идет из мудрости. Мудрость для этой лекции такая. Мои близкие являются моей судьбой. Это не то, что мне не повезло. Сейчас поменяю и повезет тебе. Ты ничего не поменяешь. Просто можешь получить наказание от Бога в виде чего? О, счастье. Называется, пир во время чумы, чума идет. И тут начали пировать. Той результат, еще хуже будет. Если человек принимает, что его родственники являются его судьбой, что дальше происходит? Успокаивается. Дальше что? Побеждает начинает судьбу. Дальше что? Мудрым становится. Дальше что? Начинает трезветь. То есть он соприк, почему человек уходит из настоящего времени? Почему бежит как сумасшедший? Да он не хочет принять судьбу. Принял судьбу, трезвел. Мир начал видеть. Людей начал видеть. Природу начал видеть. Потому что принял свою судьбу. И побеждать ее начал. Потому что без принятия нет победы. Первый шаг в победе это принять. Надо сначала принять. Потом победа придет. Через знание. Когда человек принимает судьбу, он начинает узнавать ее, свою судьбу. Да, вот у меня такая судьба тяжелая. Узнавать начинает. Не обязательно, что если человек ошибся, он не смог принять в какой-то момент. Не обязательно, что это все камень на всю жизнь. Камень можно растопить по-другому. Вот ты не справился сейчас со своей судьбой? Дальше справляйся. Потому что все равно будет тяжело. Тебе облегчение наступило? Это не значит, что все легкая жизнь. Нет. Справляйся сейчас. С прошлым также справляйся. И с настоящим справляйся. Все равно будут трудности. Отступил? Вставай. Иди вперед. Знай, что все равно будет тяжело. И готовься к этому. Не давай возможности расслабиться. Не ищи легкой жизни. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok